Воровство 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 Он не один с ним сидит, мой атаман и учитель Яни. Я подхожу. Христо для виду требует домино, и в то время, когда мы притворяемся, что играем, он, гремя костяшками, говорит в полголоса. Берите ваши дифаны и вместе с Яни приходите тихонько к пристани. Бухта вся полна кефалью, как банка маслинами. Это ее загнали свиньи. Дифаны — это очень тонкие сети, в сажене вышиной сажен 60 длины, они о трех полотнищах. Два крайние с широкими ячейками, средняя с узкими. Маленькая скумбрия пройдет сквозь широкие стены, но запутается во внутренних. Наоборот, большая и крупная, кефаль или лобан, который только стукнулся бы мордой о среднюю стену и повернулся бы назад, запутывается в широких наружных ячейках. Только у меня одного в балаклаве есть такие сети. Потихоньку избегая встретиться с кем-либо, мы выносим вместе с Яни сети на берег. Ночь так темна, что мы с трудом различаем Христа, который ждет уже нас в лодке. Какое-то фырканье, хрюканье, тяжелые вздохи слышатся в заливе. Эти звуки производят дельфины, или морские свиньи, как их называют рыбаки. Многотысячную громадную стаю рыбы они загнали в узкую бухту и теперь носятся по заливу, беспощадно пожирая ее на ходу. То, что мы сейчас собираемся сделать, без сомнения, преступление. По своеобразному старинному обычаю позволяется ловить в бухте рыбу только на удочку и в мережке. Лишь однажды в год, и то не больше, как в продолжение трех дней, ловит ее всей балаклавой в общественные сети. Это неписанный закон своего рода исторической рыбачьей табу. Но ночь так черна, вздохи и хрюканье дельфинов так возбуждают страстное охотничье любопытство, что, подавив в себе невольный вздох раскаяния, я осторожно прыгаю в лодку, и в то время, как Христо беззвучно гребет, я помогаю Яне приводить сети в порядок. Он перебирает нижний край, отягощенный большими свинцовыми грузинами, а я быстро и в раз с ним передаю ему верхний край, оснащенный пробковыми поплавками. Но чудесное, никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня. Где-то невдалеке у левого борта раздается храпение дельфина, и я внезапно вижу, как вокруг лодки и под лодкой со страшной быстротой проносятся множество извилистых серебристых струек, похожих на следы тающего фейерверка. Это бежат сотни и тысячи испуганных рыб, спасающихся от преследования прожорливого хищника. Тут я замечаю, что все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн, играют голубые драгоценные камни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся бриллиантов падает вниз, и на моих пальцах долго горят нежные синеватые фосфорические огоньки. Сегодня одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят. Море горит. Другой косяк рыбы со страшной быстротой проносится под лодкой, бороздя воду короткими серебряными стрелками. И вот я слышу фырканье дельфина совсем близко. Наконец, вот и он. Он показывается с одной стороны лодки, исчезает на секунду под килем, и тотчас же проносится дальше. Он идет глубоко под водой, но я с необыкновенной ясностью различаю весь его мощный бег, и все его могучее тело, осеребренное игрой инфузорий, обведенное точно контуром, миллиардом блесток, похожее на сияющий стеклянный бегущий скелет. Христо гребет совершенно беззвучно, и Яни всего-навсего только один раз ударил свинцовыми грузилами о дерево. Мы перебрали уже всю сеть, и теперь можно начинать. Мы подходим к противоположному берегу. Яни прочно устанавливается на носу, широко расставив ноги. Большой плоский камень, привязанный к веревке, тихо скользит у него из рук, чуть слышно плещет об воду и погружается на дно. Большой пробковый буйок всплывает наверх, едва заметно чернее на поверхности залива. Теперь, совершенно беззвучно, мы описываем лодкой полукруг во всю длину нашей сети и опять причаливаем к берегу и бросаем другой буйок. Мы внутри замкнутого полукруга. Если бы мы не занимались браконьерством, а работали на открытом, свободном месте, то теперь мы начали бы колладить, или, вернее, шантажировать, то есть мы заставили бы шумом и плеском весел всю захваченную нашим полукругом рыбу кинуться в расставленные для нее сети, где она должна застрянуть головами и жабрами в ячейках. Но наше дело требует тайны, а поэтому мы только проезжаем от буйка до буйка туда и обратно два раза, причем Христо беззвучно бурлит веслом воду, заставляя ее вскипать прекрасными голубыми электрическими буграми. Потом мы возвращаемся к первому буйку. Яни по-прежнему осторожно вытягивает камень, служивший якорем, и без малейшего стука опускает его на дно. Потом, стоя на носу, выставив вперед левую ногу и опершись на нее, он ритмическими движениями поднимает то одну, то другую руку, вытягивая вверх сеть. Наклонившись немного через борт, я вижу, как сеть бежит из воды, и каждая ячейка ее, каждая ниточка, глубоко видны мне точно восхитительное огненное плетение. С пальцев Яни стремятся вниз, и падают маленькие дрожащие огоньки. И я уже слышу, как мокрая и тяжело шлепается большая живая рыба о дно лодки, как она жирно трепещет, ударяя хвостом о дерево. Мы постепенно приближаемся ко второму буйку, и с прежними предосторожностями вытаскиваем его из воды. Теперь моя очередь садиться на весла. Христо и Яни снова перебирают всю сеть и выпрастывают из ее ячеек кефаль. Христо не может сдержать себя, и с счастливым сдавленным смехом кидает через голову Коли к моим ногам большую толстую серебряную кефаль. «Вот так рыба!» — шепчет он мне. Яни тихо останавливает его. Когда их работа кончена, и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса, я вижу, что все дно застлано живой, еще шевелящейся рыбой. Но нам нужно торопиться. Мы делаем еще круг, еще и еще, хотя благоразумие давно уже велит нам вернуться в город. Наконец мы подходим к берегу, в самом глухом месте Яни приносит корзину, и с вкусным чмоканьем летят в нее охапки большой мясистой рыбы, от которой так свежо и возбуждающе пахнет. А через десять минут мы возвращаемся обратно в кофейню один за другим. Каждый выдумывает какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Но штаны и куртки у нас мокры, а у Яни запуталась в усах и бороде рыбья чешуя, и от нас еще идет запах моря и сырой рыбы. И Христа, который не может справиться с недавним охотничьим возбуждением. Нет-нет, да и намекнет на наше предприятие. А я сейчас шел по набережной. Сколько свиней зашло в бухту. Ужас! И метнет на нас лукавым, горящим черным глазом. Яни, который вместе с ним относил и прятал корзину, сидит около меня и едва слышно бормочет в чашку с кофе. Тысячи две и все самые крупные. Я вам снес три десятка. Это моя доля в общей добыче. Я тихонько киваю головой. Но теперь мне немного совестно за мое недавнее преступление. Впрочем, я ловлю несколько чужих, быстрых, плутоватых взглядов. Кажется, что не мы одни занимались в эту ночь браконьерством. Редактор субтитров А.Семкин